Мы находимся у моря, сегодня прекрасный день. Мы в Израиле, а прямо за мной находится Средиземное море. Когда я готовился к сегодняшней передаче, я подумал, что хочу поговорить с вами о грядущих битвах. Обычно я начинаю свою передачу с отрывка из Писания, но сегодня хочу сказать о том, что не раз находило подтверждение в наших исследованиях. Соединенные Штаты Америки — это страна, поднятая с колен Богом. Если вы посмотрите на систему, по которой действуют наши правительства и построена наша политика и архитектура в Вашингтоне, то вы увидите, что все это имеет греко-римские корни. Если провести духовную параллель, то наша страна очень похожа на Израиль. Иврит чуть ли не стал национальным языком Соединенных Штатов. На печатях старейших университетов США есть надписи на иврите. Количество колоний в Америке и колен в Израиле одинаково. Если посмотреть на карту Израиля и первых американских колоний, то мы увидим, что они очень похожи. И это поразительно. Я записал свои мысли, чтобы не забыть, что я хотел сказать. Так вот, наша экономика, как и римская, оказывает влияние на весь остальной мир. Римская армия была самой мощной в мире на тот момент. И нельзя не согласиться, что США все еще обладает самой сильной армией на Земле. Римская империя поднимала налоги, чтобы позаботиться о здоровье нации. То же самое мы видим сегодня в Соединенных Штатах. Если вы посмотрите на профессии в Римской империи, то вы увидите, что больше всего получали чиновники. То же самое мы видим сейчас и в Америке. И могу сказать, что часто чиновникам платят за молчание. Поэтому самые секретные должности лучше всего оплачиваются. Они вам платят за молчание. Терпимость. Терпимость в те времена распространялась на все религии, кроме христианства. Вы могли принадлежать к любой религии, поклоняться любому божеству. Но когда христиане стали говорить, что нет другого царя, кроме Христа, когда они стали устраивать себе один выходной, день покоя от работы, тогда возникли проблемы. Из-за них начали закрываться языческие храмы. Люди обращались в христианство, храмы пустили и закрывались, налоги в римскую казну переставали поступать. Я хочу поговорить с вами о настоящем христианстве и о том, как настоящее христианство придет к моменту, о котором вы должны знать. Что я подразумеваю под настоящим христианством? Я прочту Евангелие от Матфея, 24 главу. Там говорится о лже-пророках в конце времен. Там говорится также о том, что будут истинные последователи, но также будут и лже-последователи, которые последуют за обманом. Далее, в соответствии с 13 главой книги Откровения, придет лже-пророк, который положит основание новой религии. Затем мы увидим во втором послании Фессалоникицам, 2 главе, стихах 10 и 11, мы говорили об этом, когда были в Иерихоне, в нашу прошлую поездку. Мы говорили тогда о лже-духе, поразившем Америку. Будут люди, которые оставят истину. Павел предостерегал об этом во втором послании Фессалоникицам, 2 главе. А в Евангелии от Матфея, в одной из величайших притч, Иисус говорит о том, что пшеница и плевела будут расти вместе до самого конца, а потом они будут разделены. Итак, когда мы подходим к концу времен, мы видим, что они будут отмечены определенными пророчествами. Пророчествами, которые Бог написал заранее. Бог пишет о событиях задолго до того, как они произойдут. И когда определенные пророчества, касающиеся возвращения Господа, начинают исполняться, вы понимаете, что это конец времен или последние дни. Оба этих выражения используются в Новом и Ветхом Завете для описания последних времен, которые нас ожидают. Если пшеница и плевелы растут на одном поле, а Иисус сказал, что «так и будет», как вы думаете, что их будет отличать? Господь говорит, что Он пошлет Своих ангелов, и ангелы выберут все плевелы с поля, а пшеницу соберут для Отца. Плевелы — это дети врага, а пшеница — это дети Бога. Мы знаем это из притчи. Что отличает настоящее от фальшивого? Гонение. Возможно, вы раньше об этом и не думали. Это только гонение. Это не различие в верованиях, это доктринальные отличия. Это не различие в деноминации, это деноминационные различия. Самое большое отличие настоящих верующих от колеблющихся — это гонение. Если вы не верите, посмотрите, что будет, если пастор подвергнется гонениям в средствах массовой информации. Одни скажут, «Я молился, я постился, это точно атака врага». А другие скажут, «Ноги мои здесь больше не будет». Я не могу позволить, чтобы моя репутация пострадала. Иисус нам гарантирует в своих притчах, если вы настоящий верующий, если вы сражаетесь за истину, то в последние времена вам придется столкнуться с гонениями. Есть всего три вида гонений. Первое — это вербальные. Павла оскорбляли, когда он проповедовал Евангелие в синагогах. Второе — физические гонения. Павла однажды побили камнями и оставили умирать из-за его проповеди. Третье — гонения, которые приводят к убийству. Написано в Евангелии от Иоанна 15 главе, 20 стихе, «Если меня гнали, будут гнать и вас». Именно это произошло с апостолом Павлом, его в итоге убили римляне. Павел пережил вербальные, физические гонения и в итоге был убит. Существуют разные уровни гонения. Мы все это знаем. Мы слышим современные истории из разных стран, где верующие подвергаются гонениям. Мы читаем 12 главу книги «Деяний» и знаем, что Бог может защищать людей от преждевременной смерти. Петра осудили на смерть, но ангел Господень пришел и освободил его. Это очень забавная история. Все в церкви молятся. «Господь, освободи Петра! Освободи Петра! Не дай ему умереть!» И тут вдруг Петр стучит в дверь. К двери подходит женщина и спрашивает, «Кто там?» Он отвечает, «Это Петр». Она бежит обратно в комнату и говорит, «Вы не поверите, но там за дверью Петр!» «А что ж ты дверь ему не открыла?» Она даже не открыла ему дверь. Они отвечают, «Ей не может этого быть». Почему? Потому что он в тюрьме. Они молятся, чтобы Господь вывел его из тюрьмы, но когда он стучит в дверь, они не верят, что это он. И когда она говорит им, что там все-таки Петр, они говорят, «Нет, там его ангел». Они посчитали, что с Петром что-то случилось, и Бог послал ангела, чтобы сказать, «Вы не поверите, что случилось с Петром? Ваши молитвы остались без ответа». Но в итоге они таки впустили Петра в дом. Это смешная история. Но как бы то ни было, Бог спас Петра от преждевременной смерти, потому что ему было еще не время умирать. Иисус предрек, что Петр будет жить до старости. Именно поэтому в 12 главе книги Деяний Петр, зная, что на следующий день его обезглавят, спокойно спит. Ангелу приходится расталкивать его, чтобы разбудиться. Бог спас его. Мы знаем, что времена гонений могут быть вербальными и физическими, но также есть христиане в некоторых уголках этого мира, например, в Сирии, которые умирают мученической смертью ради Иисуса Христа. Давайте немного поговорим о разных типах гонений. Во-первых, мы сталкиваемся с тем, что люди перевирают сказанные. В Евангелии от Иоанна 2 главе 19 стихе Иисус сказал, «Разрушься храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они думали, что он говорит о храме в Иерусалиме, а он говорил о своем теле. Далее, в 4 главе Евангелия от Иоанна, 13 стихе, «Иисус говорит женщине, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки». Она спрашивает его, «А где твой кувшин с водой? Где твой колодец?» Она размышляет приземленно, он размышляет духовно. Третий пример, Иоанна 6, 53. Это значимый стих, который вы часто слышите на церковных служениях. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Он говорит о близком общении с Ним. Иисус упоминает здесь о том, что позднее стало вечерей Господней, где элементы причастия представляют собой сломленное тело Христа и Его кровь. Как вы помните, об этом говорил и Павел. Но иудеям кажется, что он говорит о каннибализме. Они вообще не употребляют в пищу никакую кровь, никакого животного, всю кровь они выливают, поэтому они считают, что Иисус сошел с ума, призывает к каннибализму и уходит. Иисус находится в синагоге вместе с учениками и спрашивает их, «Вы тоже уйдете?» Но они отвечают ему, «Мы все побросали, нам некуда идти». Итак, с самого начала служения Иисуса до самого Его конца они не понимали Его слова. Пастор Тони, можно вас на минутку? Однажды я проповедовал в церкви Тони, когда мне было 18, проповедовал о восстановлении храма в Иерусалиме и его очищении. Тогда я подвергся критике многих присутствующих и даже друзей, но я не был одним из них. Ты же помнишь это. Да, это так. Поэтому мы с вами остаемся друзьями. Но вы помните, как люди тогда перевирали мои слова, говоря, «Пэрис сказал, что Иисус не может вернуться, пока они не восстановят алтарь». Но я такого никогда не говорил. Поэтому, когда ко мне подходят люди со словами, я слышал, как кто-то и кто-то сказал этот человек, я беру телефон, звоню этому человеку и спрашиваю, «Ты это говорил?» Вы можете остановить людей от перевирания ваших слов, подойдя напрямую к человеку, который запустил про вас слух. Хуже всего, когда в церкви передается по цепочке. Я слышал, как он это сказал. Я слышал, как она сказала. Когда я слышу, как кто-то про кого-то что-то говорит, я иду напрямую к этому человеку и спрашиваю, «Ты это говорил?» Но вернемся к нашей мысли. Пожалуйста, относитесь с осторожностью к тому, что вы слышите, когда кто-то даже в проповеди говорит, «Кто-то сказал что-то». Потому что очень часто люди страдают выборочным слухом. Я называю это шведским Евангелием, как шведский стол. Вы подходите и выбираете, что вы хотите поесть, и очень часто люди точно так же относятся к Евангелию. Они решают, во что они хотят верить, а во что нет. Не раз люди писали мне, «А не пора ли вам закрыть вашу программу, посмотрев 10 минут Манна-феста и услышав какую-то фразу». А ответ на эту фразу звучал в той же программе через 5 минут. Таким людям хочется сказать, если бы вы дослушали до конца, вы бы не задавали мне глупые вопросы. Это касается и тех, кто слушает меня сейчас. Слушайте всю проповедь до конца. Итак, одна из битв, с которой пришлось столкнуться Иисусом и придется столкнуться нам, это перевирание наших слов. Битва номер 2. Люди будут пытаться закрыть рты настоящим ученикам Иисуса Христа. Апостолам угрозами запретили публично говорить во имя Иисусом. Затем они были арестованы за проповедь Евангелия верующим других религий и заперты в четырех стенах. Как вы думаете, почему Павел был заключен в приторию? Почему Петра посадили в тюрьму? Потому что те люди, которые заключили их под стражу, пытались заглушить их голос. Я хочу еще раз обратиться к пастору, который обладает самым потрясающим откровением о царстве, которое я когда-либо слышал. Я никогда не слышал ничего подобного и хочу, чтобы он подтвердил мои слова. Сатана желает закрыть рот верующим, используя средства массовой связи, используя термин политкорректности, заставляя нас отступать и молчать. Мы не хотим обидеть людей, и причина в том, что враг знает, когда мы говорим, у нас есть власть, наша власть в наших славах. Мы высвобождаем эту силу во время помазания через прикосновения. Когда мы молимся за людей, за их исцеление, так, как говорит это делать Библия, когда женщина, страдавшая кровотечением, коснулась края одежды Иисуса, из него вышла сила и исцелила ее. Итак, когда верующие молчат, они отказываются от своей власти. Мы должны тренироваться, связывать и освобождать. Посмотрите, Деяние, первую главу, восьмой стих. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и здесь тоже используется слово «сила». Как сказал Иисус, «Если двое или трое согласятся меня о чем-то просить, то дам им». Враг пытается смутить людей, говоря, «Ты не можешь об этом проповедить». Ты расстроишь кого-нибудь своими словами. Ты не можешь это сказать, потому что вся округа будет говорить о тебе. Но вы должны понимать, когда вы озвучиваете это, когда вы это произносите, вы даете волю власти, позволяя Богу совершать свой труд. И это власть Царства Божьего, но мы действуем не в рамках власти Царства, а в рамках Церкви. Что скажется? Иисус не пришел на землю, чтобы дать нам Церковь. Он пришел, чтобы дать нам Царство. Церковь — это посольство Царства на земле. Поэтому, высвобождая власть Царства своими словами, мы делаем то же самое, что сделал Иисус. Он высвободил власть Царства словами, которые Он произнес. Именно так. Полностью с вами согласен. Мы с пастором Тони не планировали это отступление. А как же моя лучшая рубашка? Да, действительно, вы определенно выглядите лучше меня сегодня. Но, как бы то ни было, я хочу, чтобы вы поняли, враг желает смутить Церковь и сказать ей, «Пусть все, что вы говорите, остается в стенах Церкви. Поставьте Библии на полки. Не приносите Библию на работу. Не приносите туда христианскую литературу. Не носите крестики, не носите одежду с именем Иисуса, потому что враг знает, что вся власть на небе и на земле дана Иисусу Христу». Иисус сказал, что мы сможем во имя Его исцелять и изгонять бесов. Его имя обладает властью. Поэтому, если мы замолчим, забавно, что вам не запретят молиться публично, но вас попросят не произносить вслух имя Христа, чтобы никого не оскорбить. Конечно, оно кого-то оскорбит. Враг покоряется этому имя. Когда вы говорите во имя Иисуса Христа, люди начинают нервничать. Настоящие христиане не нервничают. Но люди, не знающие Господа, нервничают, потому что дух, живущий внутри них, возмущен властью Иисуса Христа. Но давайте вернемся к пункту номер три. Итак, сатана хочет заставить вас замолчать, чтобы не дать вам высвободить свою власть через молитву. Помните об этом. Атака последних времен номер три. Разрушение репутации служения в обществе через распространение сплетен. Расскажу вам забавную историю. Мы построили здание церкви, и Бог благословил нас, чтобы оплатить его. И вот однажды, я не выдумываю, к нам пришла группа студентов, учащихся в этом же районе. Через некоторое время я услышал, что по городу ходят слухи о том, что мы построили золотой фонтан внутри здания. Я слышал, как по всему городу люди, то там, то здесь говорили, нашли, на что тратить деньги. Конечно, золотой фонтан — это лучшее вложение. Я слышал, как один из братьев сказал, «Может, вы тогда пойдете и покажете нам, где этот фонтан?» Потому что если бы наш пастор его нашел, он бы точно нашел ему лучшее применение. У нас в здании вообще нет фонтана. И мой друг, пастор Тони, знает, что мне не раз приходилось разбираться с тем, чего на самом деле не было. Однажды, когда я был еще ребенком, в нашей церкви кто-то пустил слух о том, что я ударил пастора. Я никогда в жизни не бил пастора. Когда мне было 20, кто-то пустил слух, что я собираюсь основать другую церковь, что тоже было неправдой. Я могу вспомнить, по крайней мере, 7 лжесвидетельств о себе. Вы должны помнить, когда вы говорите что-то о другом человеке, вы уже не сможете забрать свои слова обратно. Слово не воробей. Господь однажды обратился ко мне, напомнив мне о заповеди, которая звучит так, «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это книга «Исход». Мы думаем, что лжесвидетельство — это ложь о другом человеке. В буквальном смысле, да, можно сказать и так, но представьте, что кто-то приходит к вам со словами, а ты слышал, что тот-то сделал вот это и вот то. И ваша первая реакция будет, «О, боже мой, не могу в это поверить». Ты уверен? «О, да, я слышал, как Сью сказала Лу, который сказал Билл, а потом и мне». Это точно правда. А теперь давайте представим, что мы в суде. Судья вас спрашивает, «Вы говорите, что ваш сосед застрелил свою жену?» «Да». «Откуда вам это известно?» «Мне сказали». «А вы видели у него оружие?» «Нет». «Вы видели, как он заходил в дом?» «Нет». «Вы, может быть, выстрел слышали?» «Нет». «Но мой сосед, который живет рядом, буквально в паре кварталов, сказал мне, «Господь обличил меня, что если мы участвуем в обсуждении ситуации, во время которой не находились, мы лжесвидетельствуем». Вы должны быть свидетелем, чтобы подтвердить слова говорящего. И мы должны научиться этому, потому что церковь сможет остаться в стороне от многих битв, если научиться, первое, не перевирать сказанное. Убедитесь в том, что правильно поняли сказанное. Не слушайте истории других о том, что они услышали. Второе. Не будьте молчаливым верующим. Молитесь. Используйте данную вам власть. Освобождайте и связывайте. Используйте силу имени Господа. Молитесь о чем-то и против чего-то. Молитесь об уходе врага и приходе Бога. Молитесь вслух. Молитва — это слова. Поклонение — это слова. Ну и третье. Не разрушайте репутацию служения своими слухами. Однажды я столкнулся со слухами на тему «О, ты слышал, что он сказал?» Ты слышал, что он сделал? У меня ушел год на то, чтобы доказать, что это была стопроцентная ложь. Не было в этих словах ни капли истины, но они до основания разрушили церковь и всю репутацию того пастора. Почему? Потому что все вокруг повторяли сказанное кем-то, хотя пастор говорил, что такого не было. И человек, который пустил этот слух, позднее признал, что он соврал. Но когда его ложь разрослась, он не знал, что с ней делать. Ложь — это ужасно. Вы можете нанести человеку урон, и он не восстановится. Но если вы разрушите его репутацию, он уже никогда не сможет восстановить ее. Потому что вы не можете забрать свои слова обратно. В последние времена нас ожидает много битв. И в 6 главе Ефейсиным говорится, что мы обличемся во всеоружие Божие, но мы также должны уметь решать возникающие проблемы. Мы должны делать это, выходя напрямую к источнику проблемы и разбираться с ней лицом к лицу. Мы должны стараться отрубить змее голову. Вы со мной согласны? Я еще могу много говорить на эту тему, но я надеюсь, что мои слова заставят вас задуматься. Если вы смотрите наши программы, вы знаете, что для того, чтобы наши программы продолжали выходить в эфир, нам необходимо 5 миллионов долларов в год. Поэтому мы хотим дать вам возможность помочь нам, приобретя что-то у нас или сделав пожертвование. Мы еще вернемся. Оставайтесь с нами до конца. Я хочу сделать еще несколько объявлений. Надеюсь, все вы довольны? Да? Аминь. С вами Пэрри Стоун. Я расскажу вам об очень важном инструменте нашего служения, который, по моему мнению, духовно поможет верующим больше любого другого инструмента нашей программы. За 40 лет своего служения я осознал, что одна обида всегда блокирует Божие благословения. Враг вашего благословения — ваша неспособность простить тех, кто вас обидел. Огромная опасность в том, что вы будете ворошить грехи человека, который уже прощен Богом. Я выпустил четыре очень важных послания на аудиодисках. Они могут помочь вам обрести истинную свободу и благословение. Их название — «Взять приманку и жить с болью», о том, как сатана ловит вас на крючок. Второй диск — «Озаглавлен величайшая ловушка, которую нужно избегать христианам последнего времени». Верьте или нет, об этом сказано в Евангелии от Матфея. Миллионы людей попадут в эту ловушку, когда враг соблазняет их безразличием. Третий диск — «Опасность рыбалки в море забытого». Я буду учить вас по Библии тому, что, вспоминая чужие прощенные грехи и используя их против этих людей, вы рискуете подвергнуться той же демонической атаке, которая принесла им эти проблемы. Это одно из самых важных посланий, которое когда-либо давал мне Дух Святой. И, наконец, ключи к тому, чтобы остановить терзающий дух. Я покажу вам в Библии, как христиане страдают из-за того, что открыли двери, мучающему их духу, не простив других. Вместе с этим альбомом из четырех дисков я выпустил новый диск, который назвал «Возвращение гигантов». Содержание этого диска не будет звучать по телевидению. В Израиле было сделано ошеломляющее открытие, о котором не было заявлено публично. Оно восходит ко дням НОЭ. Я хочу, чтобы вы получили этот альбом из четырех дисков вместе с диском «Возвращение гигантов» прямо сейчас за пожертвования в 30 или более долларов, чтобы помочь продолжению трансляции фестиваля Манны. Чтобы заказать диски, звоните по номеру, указанному на экране. Заходите на наш веб-сайт или пишите нам по почтовому адресу, также указанному на экране. И назовите код LGM126. Ваша финансовая поддержка помогает продолжать транслировать фестиваль Манны и по сей день. Спасибо, благословения вам! Я уверен, что вам понравилась сегодняшняя проповедь с земли израильской. И хочу также вам напомнить, что наше предложение ограничено, как и число дисков, которые мы предлагаем нашим зрителям. Также мы только что запустили Международную библейскую школу. Информацию вы видите на экранах. Эта школа действует как на территории США, так и за их пределами. Какие-то народы мы уже подключили к нашей программе, какие-то подключим позднее. Мы рады, что у вас будет возможность получить академические библейские знания. Я не буду много рассказывать, заходите на наш сайт и посмотрите сами. Также присоединяйтесь к нам на Фейсбуке и в других соцсетях. Немного о графике наших служений. Ирвин, Калифорния. Присоединяйтесь к нам в феврале 16 по 18 число в церкви Фри Чаппл. Также у нас пройдут два Вориор-феста. Первый 16 по 18 марта, второй в апреле 6 по 8. Мы уделим особое внимание молодежи, поэтому я хочу попросить родителей отпустить своих детей. Это время изменит их жизнь. Также я хочу напомнить вам о Международном пророческом саммите, который пройдет с 26 по 29 апреля в Кливленде. Это будет самое большое пророческое собрание. Я буду говорить о ложной начитанности и об образе зверя из книги Откровения. Я хочу поделиться информацией, которая открылась мне, когда я читал эти стихи. У нас происходит много разных событий. Заходите на наш сайт за самой свежей информацией, так как эти программы мы снимаем задолго до того, как составляем график своих служений. Так что самый актуальный график вы можете найти на нашем сайте. Я также хочу поблагодарить наших друзей и партнеров, благодаря которым наше служение растет. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что помогаете нам совершать служение по всему миру. Евангелие в буквальном смысле слова проповедано по всему миру, и еще многое предстоит. Как говорится в Евангелии от Матфея 24 главе, 14 стихе, еще много работы. Примерно с конца февраля мы начнем новое служение в Израиле, которое продлится весь год. Так что еще раз говорю спасибо нашим партнерам. Смотрите нас в сети интернет. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем поклоняться с Мэттом Гилманом и Эдди Джеймсом. Записывайтесь на это мощное событие уже сейчас на нашем веб-сайте. Нам не терпится вас увидеть.